Палата представителей Джорджии отвергла законопроект, который позволил бы избирательной комиссии запретить расследовать деятельность госсекретаря. Первоначальный законопроект был предложен после того, как житель округа Хьюстон Джозеф Росси подал жалобу, предупредив офис госсекретаря Брэда Рофенсперберга о предполагаемых расхождениях в избирательной администрации округа Фултон в 2020 году. Демократы здесь снова пошли хитрым путем. Ну вот следите за их руками. Комитет Палаты представителей по делам правительства отказался от законопроекта Сената в пользу замененного законопроекта, который не имеет ничего общего с первоначальной целью законопроекта. В предлагаемом социал-демократами законе, направленном на предотвращение фальсификации на выборах и расследовании действий конкретного лица, демократы перенаправили все внимание на закон о финансировании избирательных компаний, но исключили любые формулировки, разрешающие CAB проводить расследование в отношении госсекретаря Брэда Рофенспербера, как предполагалось изначально. Палата представителей Джорджии, возглавляемой республиканцами, сорвала предложенный подложенный законопроект, который по факту не давал право Государственной избирательной комиссии С и Би полномочия проводить расследование в отношении госсекретаря. Сенат Джорджии принял СБ 358 в январе, после того, как он был принят Сенатским комитетом по этике. Законопроект, одобренный Сенатом, отстранит государственного госсекретаря от его роли члена экс-офис без права голоса. С и Би позволит Совету директоров, среди прочего, расследовать действия государственного госсекретаря и требовать от госсекретаря сотрудничества в некоторых расследованиях. В законопроекте разъясняется, что С и Би имеет полномочия расследовать исполнение первичных избирательных законов госсекретарем и местных избирательных органов, а также мошенничество и нарушениях на праймерис и выборах. Сторонники предложения Сената утверждают, что после расследования С и Би любые принудительные действия против госсекретаря будут приниматься только законодательным собранием, и что более ограниченная роль С и Би в администрировании и обеспечении исполнения не означает, что может уклоняться от своих уставных обязанностей по расследованию и надзору. Но, судя по законопроекту, заменяющему палату представителей, запрошенная реформа не прошла к тому времени, когда сегодня законодательный орган уже отложит работу на неопределенный срок. И спикер Джон Бернс, не член Палаты представителей штата Джон Ла Худ, который является председателем Комитета по делам правительства, не ответили на запрос о комментариях относительно измененного законопроекта и о том, будет ли законодательный орган решать проблемы, связанные с надзорными полномочиями С и Би. Бернс не участвовал в голосовании по законопроекту. Апелляционный суд США по требованию администрации Байдена отклонил попытку Техаса ввести в действие закон, направленный на эффективное предотвращение незаконного вторжения иностранцев-нелегалов через границу США. Закон, известный как CB4, предусматривает уголовную ответственность за несанкционированный въезд в Техас и наделяет судей штата правом выносить решение о депортации с возможным тюремным заключением на срок до 20 лет за несоблюдение требований. Верховный суд США, высший судебный орган США, разрешил его исполнение. А ниже стоящая организация, 5-й окружной апелляционный суд США, игнорируя решение Верховного суда, являющейся последней инстанцией, восстановил судебный запрет и продолжил дальнейшие рассмотрения. Техас продолжает игнорировать спорное решение о том, что штат обязан держать границы настиж, в ожидании того, что миллионы нелегалов-иностранцев будут незаконно пересекать границу. Ни Министерство юстиции США, ни канцелярия генерального прокурора Техаса Кена Пакстона не предоставили пока комментариев. Кризис с иностранными нелегалами, организованный социал-демократами, является ключевой проблемой. И речь не только о электорате демократов и обесценивании голосов американцев. Тут намного глубже. В Чикаго нелегалам с какого-то перепугу судья, назначенный Обамой, разрешает приобретать оружие. Для чего? В то время как для граждан Америки купить это самое оружие в Чикаго огромная проблема. Зачем иностранцам так понадобилось оружие? От кого защищаться? На условиях анонимности представители компаний, производящих бронежилеты, сообщили, что даже небольшие фабрики получили заказы по 600 тысяч бронежилетов. И количество заказов растет в геометрической прогрессии. Плюс ко всему администрация Байдена увеличила расходы администрации на полтора триллиона долларов. И в то же самое время сокращает зарплаты госслужащим на 3%. Куда пойдут эти деньги? Похоже, что социал-демократы, уже отрицающие победу Трампа на выборах, этого ноября все-таки готовят шоу куда помасштабнее, чем БЛМ и Антифа. А лозунги «Голоса нелегалов» имеют значение уже совсем на подходе. Ведь демократы пугают приехавших на полный пансион нелегалов, что Дональд Трамп у них заберет эту лафу и депортирует их всех народу. Дональд Трамп у них заберет эту лафу и депортирует их всех народу. Сэм Бэтмен Фрид был приговорен судьей в четверг 28 марта к 25 годам тюремного заключения за кражу 8 миллиардов долларов у клиентов, основанным им нынче обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, что стало последним шагом в драматическом падении бывшего миллиардера Вундеркинда, поддерживающих социал-демократов огромными пожертвованиями. Окружной судья США Льюис Каплан вынес приговор на слушание к суде в Манхэттене после того, как отклонил утверждение Бэтмена Фрида о том, что клиенты FTX на самом деле не потеряли деньги и обвинил его во лжи во время дачи показаний на суде 2 ноября. Присяжные признали 32-летнего Бэтмена Фрида виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре, возникшем в результате краха FTX в 22 году. Прокуратура признала одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США. Каплан сказал, что Бэтмен Фрид не проявил никакого раскаяния, стоял, сложив руки перед собой, пока Каплан читал приговор. Когда слушание закончилось, его вывели из зала суда сотрудники службы судебных приставов США. Приговор стал кульминацией перехода Бэтмена Фрида от сверхбогатого предпринимателя и спонсора демократов, крупного политического донора, крупнейшему на сегодняшний день мошеннику и трофею в борьбе властей США с должностными преступлениями на рынках криптовалют. Бэтмен Фрид пообещал обжаловать свой приговор. Медиа компания Дональда Трампа провела звездный дебют на фондовом рынке. Акции Trump Media Technology Group на торгах в Нью-Йорке выросли на 59%. К среде компания, стоящая за социальной сетью Truths, оценивалась почти в 8 миллиардов долларов. Аналитики говорят, что это необычайная цифра для компаний, вручка которой за первые 9 месяцев прошлого года едва превысила 3 миллиона долларов. Хотя президент Wealth Alliance Эрик Дитон говорит, что это выглядит как политическая акция, движимая скорее энтузиазмом розничных инвесторов, чем каким-либо финансовым фундаментальными факторами. Примерно как минимум половина страны поддерживает Дональда Трампа. Во время финансовых трудностей из-за судебных процессов люди говорят, я куплю эти акции только для того, чтобы поддержать Дональда. И они это делают. Особенно играет тот факт, по каким причинам появились все эти судебные процессы. И являются одним, конечно же, стимулом для Трампа. Сейчас его доля в TMTG состоит около 6 миллиардов долларов. Хотя правила блокировки запрещают ему продавать акции или брать под них займы в течение первых 6 месяцев. Что касается TrueSocial, то в рамках сделки она получит 300 миллионов долларов наличными. Демократы не могут в голове себе представить, как это так возможно. Стоимость акции, вероятно, 3-4 доллара, но они торгуются по 70 баксов. Но когда вы смотрите на это с фундаментальной точки зрения, вы знаете, что вы смотрите на акцию стоимостью по 3 доллара. Но это никого не останавливает. Последние данные показывают, что TrueSocial зарегистрировано 9 миллионов пользователей. Ничтожная часть от числа на X, например, Илона Маска. Возможно, это не имеет большого значения для акций TMTG. Для политически активных американцев на самом деле это просто способ политически поддержать 45-го президента и высказать свою гражданскую позицию в гонке против социал-демократов, уничтожающих страну, а также сделать ставку на будущий успех Дональда Трампа. Совет Нью-Йоркского транспортного управления НТА проголосовал за утверждение ставок платы за проезд в рамках программного взымания платы на проезд в Манхэттене первым в своем роде в Соединенных Штатах. Согласно новому плану демократов, которые так уже залезли всем в карман, начиная с середины июня Нью-Йорк будет взымать дополнительно к одним из самых дорогих автостраховок, парковок и толов ежедневную плату за проезд в размере 15 долларов США в течение дня за проезд легковых автомобилей по Манхэттену к югу от 60 улицы. За большие грузовики и автобусы взымается плата 36 долларов. План по-прежнему сталкивается с рядом юридических проблем, в том числе со стороны штата Нью-Джерси. По данным МТА, водители легковых автомобилей, въезжающие в эту зону ночью, заплатят 3,75, мотоциклисты 7,50, плата за водителей будет заниматься только один раз в день. Пользователи такси будут платить дополнительную плату в размере 1,25, а пользователи Uber и Lyft 2,50 доллара за поездку в зоне от 60 улицы. Эти сборы являются дополнением к плате за пробки в Нью-Йорке в размере 2,50 доллара за такси, и 2,75 за арендуемые транспортные средства, действующие с 2019 года. Владельцы транспортных средств, чей скорректированный валовый доход составляет не более 50 тысяч долларов США, или получатели пособия для малоимущих могут претендовать на 50-процентную скидку и некоторые поездки для налоговой льготы штата Нью-Йорка в рамках этого плана. Нью-Йорк сообщает, что более 900 тысяч автомобилей ежедневно въезжают в центральный деловой район Манхэттена, что снижает скорость движения в среднем примерно на 7 миль в час. Нью-Йорк заявил, что этот сбор якобы сократит трафик на 17%, улучшит качество воздуха и увеличит использование общественного транспорта на 2%, а также принесет до 1,5 миллиардов долларов в год и поддержит 15 миллиардов долларов в виде долгового финансирования для улучшения общественного транспорта. Демократы не заявили, в какую сумму это обойдется для жителей Нью-Йорка, которые к дополнительным уже платам и ко всем сборам демократам еще столкнутся с удорожанием цены на товарах в магазины. Чиновники заявляют, что это прекрасное решение дорожных пробок просто взять и увеличить и без того самые высокие отчисления автомобилистов в городскую казну. Большой день для МТА, прекрасный день для всего Нью-Йорка. Когда я стал председателем МТА, мы договорились о том, что будем стараться делать большие и сложные вещи. Я думаю, что мы сделали огромную работу, в последнюю очередь справились с дефицитом операционного бюджета в 3 миллиарда долларов, о котором губернатор Хокул и законодательный орган рассмотрели в прошлом году, а теперь с ценами на пробки. В Нью-Йорке больше трафика, чем в любом другом месте США, а теперь мы знаем, что с этим делать. Я имею в виду, что мы понимаем, что мы хотим быстро перейти к разговору о гипотетических предположениях и обо всем остальном. Но сегодня был день, когда мы проголосовали за окончательную структуру дорожных сборов. Это было то, что было перед нами. Вот законодательный орган сказал нам сделать это в 2019 году, разработать план по введению платы в за въезд. Что мы и сделали, проделав огромную работу в течение пяти лет. Это привело нас к тому моменту, когда мы утвердили структуры платы за проезд. Пять лет демократы думали о том, сколько они будут взымать с нью-йоркских автовладельцев. Хм. Водители называют решение чиновников откровенным безумием. Владельцы бизнеса объявляют о том, что их услуги значительно возрастут в цене из-за нововведения. Никто не может себе этого позволить. Это большие деньги. Я, например, осматик, не могу ездить в метро. Это смертельно для меня. Вот поэтому я и вожу машину. Но мы и так платим немысленно высокую страховку, тулы, налог на трафик, дорожный паркинг, только потому, что мы в Нью-Йорке. Я имею в виду это откровенное безумие. Город уже взимает плату за пробки с людей, живущих в городе. Поэтому работая, зарабатывая эти деньги для города, я не понимаю, почему я, как водитель такси, должен платить еще и дополнительную ежедневную плату за въезд в город. Куда еще дороже? Это безумие. Я не могу себе этого позволить, потому что я 5 дней в неделю езжу на работу. Но это уже даже не смешно. Сколько я зарабатываю в неделю, чтобы платить дополнительно по 23 доллара? Мне нужно платить за парковку. Думаю, я уже и так получаю весь этот дополнительный сбор. Каждый пассажир, которого я подбираю, уже платит за сбор на пробке. Поэтому я не знаю, почему я должен платить и зачем потом эти все деньги у нас забирают. Так что я не собираюсь делать этого. Теперь все дорожает. Продукты питания дорожают. Наш сервис в магазинах. Мэрия Нью-Йорка никак не нажрется деньгами, которые они постоянно отбирают у тех, кто живет в городе. А людей уже попросту не остается денег, чтобы даже перекусить в обеденный перерыв. Мы все тут просто как рабы. Даже когда я привожу свою машину, у меня есть пропан. Это обычный газ. Сколько всего мне нужно потратить? Будет ли это выгодно для малого бизнеса? Весь этот налог дополнительный. Я вынужден вложить в расходы. Что ж, завтра я буду вынужден продавать все это еще дороже, чем сегодня. Проблема в том, что у людей уже нет денег за все это платить. Судите сами. Каждый день мы зарабатываем, например, 200 долларов. Нам приходится тратить 150 долларов на расходные материалы, затраты и все остальное. А теперь прибавьте к этому еще 23 доллара, которые никому здесь из нас не нужны. Это нехорошо ни для кого, кроме мэрии, которая на что это потом все потратит. Если они сделают это, никто не захочет вести бизнес в Нью-Йорке, в городе, потому что все пойдут в другое место, где дешевле и подходящие условия для ведения бизнеса. В любом случае, демократы не интересуются жизнями голосовавших за них граждан. Не особенно их волнует это, поскольку рассматривают они каждого потенциального жителя как овцу, с которой обязательно нужно всю шерсть содрать. Левые мегаполисы теряют людей, которые при первой же возможности переезжают в республиканские штаты, где жизнь еще пока напоминает американский стиль. Мы создаем информационный ресурс для всех, кому необходима реальная информация, чтобы иметь ориентиры в понимании сложнейшего политического мира, в котором мы все живем. Tukiaz Video Production – это новостные сюжеты, прямые включения, авторские проекты и прямые эфиры, в которых каждое слово имеет смысл. Противники свободы слова лишили нас возможности монетизации, а на некоторых наших ресурсах даже размещение ссылок на финансовую помощь. Мы благодарны нашим меценатам, которые финансируя Tukiaz действительно помогают создавать информационный ресурс, объединяющий думающих людей во всем мире. Боретесь с произволом в политике, как и мы? Присоединяйтесь к нашему движению. Ведь победа возможна только когда мы боремся все вместе. Присоединяйтесь к нашим мотор Присоединяйтесь к нашему движению. Присоединяйтесь к нашему движению. Присоединяйтесь к нашему движению. Присоединяйтесь к нашему движению. Защитие Declaration and the Rally